Сегодня у нас воскресное утро, репортаж с маминого дома опять. Павлик в гостях у бабушки, поэтому блины. Помню свое детство, когда моя бабушка Маруся приезжала каждое утро. Во сколько мама к нам приезжала? В 15.07. В первом автобусе ехала. К нам домой, и каждое утро делала мне блинчики. Поэтому я такая пухляндия выросла. Перед школой. Перед школой я ела блинчики, счастливая, довольная. 5 штук, норма. Да? Этот момент не помню. Но зато помню, что каждое утро бабушка приезжала, делала блины и уезжала. Вот так вот было. Меня на работу провожала. Представляете, какое классное у меня было детство. А теперь точно такое же детство у Паши. Бабушка каждое воскресенье, субботу, то есть когда Паша находится, практически делает ему блины. Ну не могу сказать, что прям каждая, но практически каждая. Так что ребенок, поэтому у нас тоже такой же пухляндия растет. Довольный, добрый, сытый и счастливый. Мама думала, где она есть у меня. Она все-таки решила что-то посадить. Все-таки не удержалась, да? Нет. Ручки шаловливые, блудливые, все-таки что-то посадили. И что ты посадила? Баркатсы. А, решила здесь? Какие красивые. Сначала здесь посажу. Ага. Баркатсы отклоненные, да? Клоненные какие-то. Золотая. А еще вот эти какие-то желтые, да, ты решила посадить? Да, я посадила уже. А, еще там, да. А Модь и помощница. Модь. Помощница моя единственная осталась, моя девочка. Ну вот. А я думала, что мама вообще ничего не будет садить. Нет, все-таки баркатсы решила. Не может садовод без земли. Не может. Так и хочется. Вывозик отца в ней. Ну, ты-то куда лезешь? Землю? Землю понравилось, что ли? Да подожди ты, мне рука грязная. Что ты лезешь под руку? Ну, что ты лезешь? И что ты лезешь? Ну, видишь, пальчик грязный. Что ты лоскучая такая? Ты что, только лоскучая? Не знаю, что зайдет. Может быть, будет еще есть. Рассаду? Мотя? Да? Ну, все, может быть. Не знаю, у меня тогда паралича измерла. Да ладно, посадим еще. Рассаду стоят копейки. Посадим еще в теплицу, не забудь. Мы с тобой дублировать будем. И здесь, и там, и везде. И нигде. Ну, ладно, нигде. И везде. Около дома от гаражей у нас накидали вот такую кучу снега. Прям натуральная гора Эверест. И на ней красиво смотрится вот эта собака. Собакин живет около нашего дома очень давно. За ним присматривают с территории различных. Ребята подкармливают. Все, кто не пройдет мимо, специально приходят подкармливать. А знаете, как его зовут? Вот Дозор. И он так классно оправдывает свое имя. Ведь правда же Дозор? На такой куче ему далеко видать. Высоко сижу, далеко гляжу. Просто увидела эту картину и не могла пройти мимо. Хотела, чтобы вы тоже полюбовались. Дозор! Дозорчик! Красавчик! Ты красавчик? И правда, что красавчик. Знает себе цену малыш. Верный пес. Привет, приятели! Собралась ехать к подружке своей на коктейль. Она пригласила меня. Какие-то загадочно голубые, типа голубой лагуны. Называются они, по-моему, пиранья или охота на пиранью. Обязательно покажу их. И как она и делает, тоже покажу. Думаю, что многим пригодится. Ну вот, в общем, сегодняшний влог обо всём. Понемножку, по чуть-чуть. Ну, как всегда. Поехали со мной. У нас уже вечереет. Я не представляю, как идёт дождь. Кругом снег, грязь. Но при этом капает дождь. И я уже проклялась у нас этим, что я пошла пешком. Не привыкли мои ножки ходить по грязным дорожкам. Шучу, конечно, но на самом деле уже, по-моему, вся устряпалась. Проезжающие машины облили, как могли, грязью. Ну, ещё жить можно. Собственно говоря. Я сейчас приду, буду 5 минут возмущаться, что она меня тут прогнала на край цивилизации. В общем-то, там же, где я живу, наверное, она живёт. Вот. Всё, Россия, матушка, у нас не может, где-то домашние дороги. Или, скажем, упорку. Ну, понятно, что погодные условия тоже не позволяют это сделать своевременно. Но, тем не менее, всё, уже подхожу практически. До встречи в эфире. Находясь в гостях, решила показать вам интерьер малосемейной квартиры. Ну, я знаю, что во многих городах такие малосемейки есть, однокомнатные квартиры, компактные. И вот пример обустройства и дизайна данной квартиры. Здесь живёт одна девушка, моя подружечка. Выполнена, как вы видите, в таких коричневых, коричневых, я бы сказала, кофейных тонах. Это я. Встроенный в стену шкаф, полностью зеркальный, с тремя створками. И такие профиля не алюминиевые, ну, точнее, алюминиевые, но покрыт такой, как бы, бронзо-состаренный цвет. Обои. Большая такая шикарная кровать и диван. Всё в тон, всё очень просто. Кажется, вот вроде не глянцевый, но по ходу получается, что глянцевый пол. Хотя сам по себе он, ламинат не кажется глянцевым. Смотрится очень достойно, ничего лишнего. Такая вот своеобразная классика. Так, вот я не помню, показывала, телевизор нет. Телевизор. Так, это выход в коридор. Как вы знаете, малосемейка, очень маленькие коридоры. Поэтому входная дверь. Здесь также стройный шкаф для кладовой. Здесь, в основном, у неё верхняя одежда. Открывать не буду. Хозяйка попросила не открывать. И различный инвентарь. Ну, в общем, скажем, система хранения бытовых принадлежностей ещё при этом. Очень удобные. Тоже зеркальные зеркальные дверцы. Две. Вход в ванну. Кафельная плитка идёт. И небольшая кухня. Вот с такой аркой. Как я понимаю, арка тоже включается. Мне так кажется. Я просто не знаю, где там включается, где выключается. Если честно. Такая полоса обоев. Традиционные магниты. На плите всё кипит, шипит. Небольшая кухня. Таким чёрно-золотистым гарнитуром. Или серебристым. Серебристым, простите. Чёрно-серебристый гарнитур. Заодно и помогу. И заранее прошу ещё меня извинить, потому что моя подруга попросила не снимать её. Нет у неё настроя на съёмку. Поэтому сниму только отдельные части. Это в частности коктейли, которые мы сегодня будем употреблять. Если она согласится показать, как она их делает, я, конечно же, с удовольствием покажу. Ну вот и всё. Рум-тум по квартире малосемейной я провела. Надеюсь, для кого-то информация была полезной. Посмотрите ещё один небольшой дизайн и цветовую гамму квартиры. Идём дальше. Мармеладные червячки. Я правильно понимаю? Нет. Я что, что поймала? Серьёзно, покажи упаковку. Что поймала ты? Червячки, червячки. Глубые червячки. То есть это специально для того, чтобы сделать такой коктейн? Нужны? Они прям, они реально... Ну я поняла, они прям реально нужны? Или можно без них? Ну а с ними как-то выглядит прикольно. Она фото у меня. Да, я тоже смотрела на фото. Сориентируйся, что дальше? Лёня. Ну учитывая, что как-то это всё-таки... Формочки такие, рыбки что-то? Смотри. Ножи. Что? Рыбки птираем. Червячки. А, вот то есть понятно. Это сама название коктейля придумала? Нет. А, или подсмотрела где-то? Подсмотрела. Нет, выглядит она прям клевно. Клубые червячки и сделала. А, вот так. То есть специально купила формочки в виде рыбок, да? Червячки. Ну там, где я, конечно, не было этих рыбок. Там были выделены. Ну, с рыбкой даже с собой. Романала. С рыбкой. То есть полстакана практически льда, я смотрю, да? Нет, ну, в общем, в полстакане надо, чтобы вкуснее кало, надо чуть-чуть. То есть почти целый стакан нужен, да? Полный. Нет, ладно? Так. Так, ну вот, коктейль. Как называется? Блу, Куракао, что-то такое, да? Курасао. Курасао считается. Курасао считается, да? А он дорогой, интересно? Что такое, что-то такое. Не думаю. Ну, не дешево, я тебе хочу сказать. Нет, ну, это же не зараза. Аромат, интересно, у него какой вкус. Сейчас я знаю. Ну, просто кажется, как будто как бриз, какой-то морской, что-то. Мята? Нет? Нет? Ну, да, хочу. Да, хочу. Давай. Ну, кто вообще, как кажется, как будто... Фоктиками, жвачками. Нет, вот так, водки-то наливаешь. Ты на глаз все делаешь? Конечно, на глаз. То есть почти равные пропорции коктейля, да? И водки. Коктейль водки, наверное, одинаковые спрайты некоторыми, да, как обычные? Все остальное получается спрайты. Это обязательно должен быть спрайт или какой-то другой? Не пробовала с трюмочки налить, чтобы не переборщить. Да. А то вдруг кто-то будет обижаться. Кому-то меньше достанется. Я делала два разных варианта. Да? Делать по-разному. Скажи, в чем смысл? Чтобы не смешались. Угу. Да? Чтобы слоями как было. Да, да, да. Ну, на фотке было прям клево-клево. На фотке не получилось. Не получилось. Не получилось. Может быть, по ножу нужно давай наливать. Ну, по ножу обычно наливать, чтобы слоить, слоить, да? Я вижу, что мешает. То есть, сначала должно быть светлое, а потом темное, да? Как я понимаю. А почему я в такой последовательности перешиваю? Ну, потому что я перешивала, что он урезал. Ага. Ага. Вот, покажи нам свет, пожалуйста. Вот как должно быть, да? Да. Ну, вообще, более призрачный. Я один из наливала. Ну, более призрачный. Ну, вот на глаз вообще одинаково получился. Угу. Да. Больше ничего туда не добавляется? Трубочка. А, трубочка. Ну, понятно. А лимон? В общем, называется охота на пиранью. Коктейльчик. Так. А вот так это смотрится сверху. В общем, дополнение. Самое главное – это трубочки, через которые пьется коктейль. Ну, всё. Приступаем к еде. Цветуся, давай уже быстрее. Приятного нам аппетита. Красиво. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok